Общество должно знать, как и кого наказывают в рамках правового поля. Российский судебный департамент приступил к созданию единой базы судебных актов. Она предусматривает определенный формат представления данных и введения единой нумерации дел для всех судов. Наш специальный корреспондент Сафар Гириев узнал, насколько активно в этот процесс включилась служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарии. Судебный участок номер 9. Во всех кабинетах компьютеры, как говорят сотрудники службы мировых судей, без ЭВМ пришлось в итоге. Бумажная волокита заедает. Да и обратная связь с населением практически отсутствует. А так у обеих сторон есть прекрасная возможность в открытую общаться в сети. При всей прозрачности и открытости анонимность клиента сохраняется. Каждый судебный участок в республике Кабардино-Балкарской имеет свой сайт. То есть любой гражданин может зайти и узнать решение, какое принято, в какие сроки. Может узнать данные, то есть по государственной опошлине, по иным каким-то вопросам. Каждый судебный участок также имеет свою электронную почту, что также обеспечивает доступ гражданина к любому судебному участку. То есть все это облегчает нам работу. Именно недостаток современных компьютерных технологий в судах первой инстанции приводит к задержке процессуальных сроков рассмотрения дел. Большинство исков, как правило, касаются восстановления на работу, лечения родительских прав, жилищных споров. В Кабардино-Балкарии уже практически сложилась новая компьютеризированная система отправления судебного дела. На каждом из 46 участков службы мировых судей созданы и действуют свои сайты. Любой гражданин, зайдя на сайт судебного участка, может узнать информацию о движении и о результатах рассмотрения любого дела. К примеру, за 9 месяцев 2012 года мировыми судьями республики рассмотрено более 61 тысячи дел. В целом по стране средняя обеспеченность компьютерной техники в районных судах составляет 95%. Казалось бы, показатель хороший, если бы не одно «но». Треть ОВМ устарели и подлежат списанию. Проблемы с техническим обеспечением особенно возникают в малосоставных судах отдаленных регионов. Потому ведомства так рассчитывают на программу поддержки судебной реформы. Сейчас общество хочет видеть своими глазами, как у нас судят и кого наказывают. В России разрабатывается и кое-где уже реализуется масштабный проект по внедрению системы интернет-трансляции всех гражданских и уголовных судебных дел в сети интернет. С недавних пор суды стали выкладывать свои решения в той же сети. Мировые суды Кабардино-Балкарии стараются не отставать от требований времени.